Айнет Продакшнс представляет Тинейджеры Белфаста Режиссер Джоэл Саймон Привет! Привет! На этой неделе передача «Мир подростков» оказалась в пурлящем Белфасте, где зарождается новая порода апатичных, вгрош никого не ставящих горделивых юнцов, отринувших мейнстрим и отдавшихся полухиповому стилю жизни, не состоявшихся в жизни бездельников. Эти маргинальные элементы регулярно собираются в клубе «Пламя», чтобы насладиться отдыхом от опостылившей социальной жизни. Одновременно с этим они выражают недовольство обществом, гнев против государственной машины и вообще обсирают всё, на что упадёт взгляд. Чтобы узнать больше деталей об их существовании, мы рассмотрим классический пример бунтующих подростков — Бекки Дандрофи и её подругу Нэнси. Мы начинаем беседу с двумя юными анархистскими дома у Бекки на следующий день после вечеринки в клубе. Итак, девушки, расскажите нам о своих друзьях и о так называемой «тусовке». А чё говорить? Ребята чёткие, и у нас там царит дух этой... индивидуальности. Ага. Ни у кого из наших нет вторых таких, как они. И в нашей тусовке ты такой, какой ты есть. Если мрачный урод, значит, мрачный урод. Точно, но никакого клонирования. Мы все разные. Ясно. И когда же вы освободились от окоп современного общества? Кажется, это было... Сейчас, сейчас. Когда же? А, ну да. Как-то раз мы с Нэнс зависли после школы и решили замутить чё-то эдакое. Ну что, Бекки, придёшь сегодня на вечеринку? Нет, и чё? Надо домашку по грёбанной социологии делать. Какую домашку? Ну, про долбанную эпиляцию. Про эмансипацию, что ли? Какая разница, достала. Повсюду только запреты, запреты, запреты. И уродская форма. Да. Взгляни на нас. Вечно мы тянемся за всем стадом. Преподы, сверстники, рдаки, одноклассники. Ладно, не всё так ужасно. Признай, Нэнс, в жизни столько всего. Вот, взгляни хотя бы на них. Точно научили бы эмансипации. Давай, чувак, до дна, пей. Нэнс, есть идея. Привет, мамуль. У-у-у! Ребекка всегда была маленькой бунтаркой, да? Наверное. Сначала был период любви к пони, потом дискотеки, затем феминизм, но, честно говоря, текущий анархизм длится дольше всего. Если бы только она вела себя, как другие девушки её возраста. Как вы думаете, Бекке случалось принимать... наркотики? Наша дочь? Наркотики? Вот уж сомневаюсь. Мы же ей не разрешаем. Верно, Эмброуз? Наверное. Кроме того, она терпеть не может иголки. Избалованная большими суммами карманных денег, Бекке регулярно погружается в состояние изменённого сознания с помощью химических препаратов. В их среде это называется экспериментами в области самопознания. Да, мы же не ради кайфа долбим. Наркотики открывают врата восприятия. Вы же знаете, знаете! Альберт Хаксли целую книгу про восприятие накатал. Врата надо распахивать. Вот именно! И проходить сквозь них. Сквозь врата восприятия? И куда же? Ну, в коридор восприятия. Оттуда в гостиную восприятия. А вниз стоит мебель восприятия. Космические диваны, пуфики и всё такое. Ни хрена себе! Вау! У меня мозги просто расплавились. Я лечу на свет по тоннелю и не спускаю с него глаз. Несмотря на все эти так называемые состояния расширенного сознания, у девчонок остаётся время заморачиваться на политику. Да, мы не согласны с позицией государства относительно, ну, всего. Вообще, режим стал конкретно фашистским. Понасставили повсюду камер слежения. Большой брат следит и там всё такое. Поэтому мы входим в группу оппозиции. Да, мы участвуем в демонстрациях против всякой несправедливости. Чёрт, Нэнс! Сегодня утром какая-то была... Ну да, пропустили. Зато на двухчасовую ещё успеем. Мы решили посмотреть на то, как девушки воплощают анархию. Не забудь перезвонить нам после работы. Договорились? Освободимся после семи. Пока-пока. Парень со вчерашней вечерины. Привет! Клёвая вчера была вечерина, да? Мы вообще наглухо удолбались. Ну, а... Сегодня против чего бастуем? Вроде против ВВ секции. Нет, брат, ты чё? Джереми сказал, что сейчас против экспорта мяса. Какой экспорт? За экспорт мы бастовали в прошлом месяце. Ладно, ладно. Как насчёт расширения автострад? Нет, брат, это бесперспективняк. Очень важно, чтобы хоть кто-то боролся за справедливость. В правительстве сплошная коррупция. Да, чёрт с ней с демонстрацией. Пойдёмте лучше за бухлом. Ништяк! Дайте-ка я скажу, ребята. Ништяк, умница, дочка. Мысли и поступки Бекки зависят от одобрения друзей, благодаря которым она чувствует себя нужной. Но всегда есть риск перегнуть палку. Вот, я ещё закусь тащила. Ну ты крутая, Бекки, ништяк. Что? Со вкусом говядины? Ты чё, коров не жалко. Да вы задрали, это же искусственный ароматизатор. Да я знаю, но это ж... Дело принципа и драмбаттон. Формулировка дела принципа крайне важна в этом обществе, где главное — социальное напряжение и плечо друга. Слашон, может, хватит, а? Выдивка также является центром данной субкультуры, смазывая шестерёнки дружбы... ...уверенности в себе. Слышь, ты? Ты чё, нах... Драться будем? Сюда и не быстро! И обаяния. Боже! Он великолепен! А как он бухает! Она чё, на меня пялится? Аб... 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 Чёрт! Она увидела, что я буржу. Расслабься, парниша. У меня тоже есть. Идём, свалим из этой дыры. Вот такой вот протест юности. Жажда признания в Бекке уступила место не менее сильному желанию быть любимой. Приведёт ли это к беременности, свадьбе или мандовушкам, кто знает. Но мы... мы желаем ей удачи. Точно, с вами была передача «Мир подростков». А в следующем выпуске мы познакомимся с Кевином из Кэтминстера и узнаем о его неутолимой страсти к деревьям. В ролях Марк Редклифф, Антуанет Морелли, Колин Мерфи и другие. Автор сценария, режиссёр и аниматор Джоэл Саймон. Продюсер Энгус Снедден. Фильм озвучен студией Арк-ТВ по заказу телекомпании «Мини-Муви».